Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. С острова любви на поляну возвращаются Сергей Захарьяш и Лилия Четрару. Возможно, что Сергея ждет его бывшая девушка Карина, о которой писал в Инстаграме Алексей Купин и представлял ее как свою подругу. В недавнем эфире объявили победителей конкурса «Любовь года». Ими стали Никита Кузнецов и Дарина Маркина. Они получили квартиру в Подмосковье. Никита обещал переписать квартиру на Дарину, но ему почему-то никто не верит. А Дарина признается, что они не решили, что же делать с квартирой, жить в ней или продавать. Стало известно, с кем Виталий Малышев изменил Алисе Литинской. В аэропорту он целовался с Татьяной, визажисткой Ольги Бузовой. Малышев утверждает, что это безобидное прощание в аэропорту и ничего больше. А Татьяна говорит, что тепло общается со всеми, кто ее окружает. Она считает, что нужно чаще обниматься и передавать друг другу позитивную энергию. Саша Артемова доверяет руководству телепроекта. Она уверена, что их приз – миллион рублей – никуда не денется. «Дом-2 всегда был со мной честен», говорит девушка. Они до сих пор не сыграли свадьбу, потому что у Саши проблемы с паспортом. Российское гражданство она получит только через месяц. На свадьбу ребятам понадобится около двух миллионов, так что выигрыша будет явно недостаточно. Стало известно, зачем Марина Африкантова с мамой отправились в Дубаи. За уколами красоты от гражданского мужа Тани Киоси. Африкантова уже продемонстрировала свое лицо в синяках и рассказала о том, что целую неделю ей нельзя пить и выходить на солнце. Татьяна Владимировна в одной из своих недавних видеотрансляций, которую она сразу же удалила, рассказала о подробностях бурной сексуальной жизни. Она дала множество интимных советов женщинам. Она объяснила, как снимать эротические видео и отправлять своим мужьям в командировку. Поведала о преимуществах анального секса, а также поведала, как можно использовать в косметических целях биологическую жидкость своего мужчины. Даша Пынцель рассказала о встрече с Катей Колесниченко. Девушки не виделись пять лет. Ольга Рапунцель впервые публично заявила о своей беременности. «Для меня сейчас самое главное мое здоровье и здоровье моего ребенка», – написала она. Ольга осудила семейство бульмингранцев, которые собираются возвращаться на проект. «Это, конечно, от мужа зависит», – написала Рапунцель. «Значит, он не хочет работать и создать счастье за периметром». Маша Кахно похвасталась с московской квартирой. За аренду квартиры она отдает 50 тысяч в месяц. Дома почти не появляется, но, тем не менее, это уютное гнездышко ей необходимо. В любой момент, когда в периметре становится сложно, можно уехать и расслабиться здесь. Она показала свою любимую собачку Вову, за которой ухаживает мама. В сети в очередной раз обсуждают Вику Романец. На видео, которое случайно сняли в Москве, она кажется полной, в отличие от ее глянцевых фото в Инстаграм. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.